Даже пасмурная погода не помешала людям с ограниченными возможностями здоровья провести запланированные тренировки. Для Павла Проникова спортивная карьера началась пять лет назад. Переступив порог физкультурного центра, он окончательно понял, что спорт для него не просто тренировки, а нечто большее. Означает он то, что я не опускаю руки, занимаюсь чем-то. Некоторые отпускают в депрессии. Для меня это нормально, это встречи с друзьями. С соседей России приезжают, мы соревнуемся. Дружба. Физкультурно-спортивный центр для людей с ограниченными возможностями здоровья на курорте был открыт в 2012 году. Сегодня его посещают около 200 сочинцев. Работа ведется по 16 направлениям – от легкой атлетики до сугубо паралимпийским видов спорта. Цель нашего центра – это реабилитация, социализация инвалидов в обществе нашего города. И поэтому люди стремятся даже не на один вид спорта, а попасть на несколько видов, на несколько отделений. Среди них на базе центра создана и настоящая футбольная команда. Правда, сейчас тренировки ушли на второй план. Внимание сочинских футболистов, как и тысяч болельщиков со всего мира, приковано к спортивным баталиям на стадионе Фишт. Сочинским спортсменам с ограниченными возможностями здоровья сделали настоящий подарок – бесплатные билеты на футбольные матчи Кубка Конфедерации. Они распространяются также среди многодетных семей, воспитанников детских домов, учащихся в спортшколы, участников волонтерской программы. А программа социальной помощи малоимущим гражданам работает во всех четырех городах-организаторах. Она продиктована намерением сделать турнир максимально доступным для всех граждан России и нацелена на популяризацию здорового образа жизни, спорта и футбола в частности. Городам-организаторам предоставлены билеты на все 16 матчей. Сочинские спортсмены с инвалидностью эту возможность восприняли как настоящий подарок судьбы. Это очень волнительный момент, потому что я очень такое редко, во-первых, в городе происходит, в стране. Это огромное спасибо еще нашему президенту, что такое все предоставилось, возможность вот этот футбол провести, Кубок Конфедерации, сам футбол. Я очень благодарен, потому что это незабываемый момент в жизни. Мы тренируемые ребят, я их уже давно прибиваю. Не просто болеть за какую-нибудь игру, а болеть за игру, потому что они сами футболисты и должны научиться посмотреть на старших мужчин, уже профессионалов с опытом, с мировым опытом. Увидеть лучших футболистов мира, поболеть за командой, проникнуться спортивным духом и, конечно, поучиться мастерству, пусть просто с места на трибуне. Ради этого можно преодолеть любой путь. Правда, для сочинских спортсменов с инвалидностью он максимально короток и комфортен. До Олимпийского парка они добрались на электричке «Ласточка». Оттуда к спортивной мечте до стадиона «Фишт» рукой подать. Замечательно добирались. В течение 20 минут оформили мы все билеты, сели в электричку и места. И прекрасно добрались. Без каких-либо приключений, эксцессов. Очень быстро. Замечательно. Ребята с большим удовольствием согласились. И мы очень благодарны администрации города Сочи за билеты. В периметре спортивного объекта также все адаптировано для гостей с особенностями физического развития. Специальные места на трибунах, лифты, широкие пандусы. «Фишт» изначально построен как полностью безбарьерный объект. Во время реконструкции Кубку Конфедерации эту инфраструктуру полностью сохранили.